И сегодняшняя передача, это же анбоксинг, это же дегустация еды. И поэтому, и именно поэтому, мы заказали пиццу с новой, ну, молодой, но набирающей обороты компании. Как компания называется? Достоевский. 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 То есть, наверняка нам принесут книжечку, там, какое-нибудь там, на сцепление, наказание. Достоевский. Вот. Заказали пиццу. Пицца, мы сейчас ее уже ждем. Попиваем испанское вино. Да, давай покажу. Это сангрия. Это вам не барматуха, разливуха, это, извините меня, с маркировочкой. Вот. Хорошее вино, 7 градусов. Низкоалкогольное, поэтому мы, считайте, не пьем, и так просто. Вот. Пицца у нас называется гавайская. Плюс туда топинг халапеньо. Перец халапеньо. И два соуса. Сырный. И как шеф. И шеф. Вот. И, конечно же, конечно же, мы заказали картошку фри. Вот. Давайте с минуты на минуту должны привести. Сейчас мы поставим на стоп. А пробовать, дегустировать и распаковывать мы будем уже чуть позже. Я ей говорю, перископ глючит. Ну давай. Поехали. На него наведи. Смотрите. Нам привезли пиццу. Достоевский. Посмотрите на нее. Но мы ее распаковывать пока не будем. Подождите. Мы заказали еще что? Картошку по-деревенски, грубо говоря. Вот она. Хорошо. Крупного плана. Соус. Соус сырный. Пахнет. Запах симпатичный. Как у обычного сырного соуса. Ну, Хайнс там. Да. Второй соус. Знаете, очень похоже на лечо. Но на острое лечо. В принципе, это кетчуп. Такой своеобразный. Вот такие два соуса. Очень хотелось бы заказать соус барбекю. Но соуса барбекю не оказалось. В фирме Достоевский. Ну, и мы едим картошечку без, так сказать... Ты снимаешь? Да. Без соуса. Ой, без барбекюшного соуса. Но давайте оценим картошку. Вот я взял. Без соуса. Насколько? Из пятибалльной шкалы. Да. Запах на восьмерочку. Вкус на девяточку. Это реально очень хорошая картошка по-деревенски. Очень вкусная. Теперь попробуем ее соусом. Теперь с кетчупом. Знаете, соусы, так как они очень обычные, девятка так и остается. Какая девятка? Четверка, четверка, четверка. Картошечка на четверку. Картошечка с соусами на четверку. А соусы, извините, пожалуйста, на двоечку. На двоечку из пяти. Чуть выше, чем единица. Но соусы ничем не удивили. Такие можно быть в магазине. Ладно, приступаем к пицце. А ты пока стоп. А может, ты смотришь? Поехали. На пиццу. На руки на пиццу, Сань. Только когда я буду ее кусать. Так, ну что? Нет, на ней пиццу. Снимаешь? В данный момент мы смотрим ролик не магии, а про Элька Давыдовича. Удаленный ролик Давыдовича. Пожалуйста, на нас в суд. Не судись, пожалуйста. Мы устали. Мы устали. Вот. Пицца Достоевский. Ну то есть вот так вот они Достоевского. Везет, готовит и везет. Что же мы видим внутри? Вы знаете, пицца по объявлению должна была весить очень много. Может быть, она и весит очень много, но по размеру этой пиццы видно, что она обычная, да, Саша? Вот Александр за кадром подтверждает, что пицца как обычная, как пицца мафель, два берега. Давайте теперь просто возьмем кусочек. Вот это, например. Пицца гавайская с добавлением перца халапеньо и соусов, которые мы купили. Вот. Знаете, ты прям держи так. Знаете, запах симпатичный. Симпатичный запах. Сейчас я вкусну. Знаете, я залюбил вот такое насыщение пиццы из пицца мафии, называлась прошутофунки, плюс топпинг ананасы, плюс топпинг халапеньо. Но эта пицца ни в чем не уступает. Единственное, что она дороже. Я всегда ставил той пиццы прошутофунки 10 баллов. Но так как пятибалльная шкала, 5 баллов. Но тут цена, цена, дело в цене. Поэтому я поставил бы со всей душой 5 баллов, но из-за цены не могу. Она стоит чуть ли не на 100 рублей, даже больше и дороже. Поэтому 4 балла из 5. Пицца гавайская с перцем халапеньо. Достоевский готовит и везет. И пишет книги. 4 балла из 5. Гавайская. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok